Перед самым стартовым свистком Войцах Ковалевский по традиции перекрестился. Однако позже стало ясно, что на мусульманской земле этот ритуал теряет свое магическое воздействие. А в особенности, когда команда соперника до победы голодная, но с начала сезона еще никого не побеждавшая. Безвыигрышная серия Рубина, как и любая другая, подчиняется не только футбольным законам, но и математическим. А стало быть, рано или поздно она должна была прерваться. Первая же прямая и явная угроза воротам Спартака обернулась голом. Отличился Алоизио, но, как показалось, в роли ассистента выступила его правая рука. Повтор усиливает ощущение неправомерности гола, о чем и пытались спартаковцы поговорить с главным арбитром. Однако Николай Иванов видел эпизод с неудобного ракурса, из-за спины игроков, а потому красноречивым жестом спартаковские апелляции отклонил. Весь первый тайм казанцы регулярно тревожили москвичей своими набегами. Причем атаки эти получались настолько похожи на друг на друга, насколько это вообще возможно. Начиналось все с неизменного паса из середины поля. Далее два-три игрока Рубина во главе с Алоизио просачивались сквозь разреженную оборону Спартака. А далее либо не хватало везения, либо спасал Ковалевский. Этот нехитрый прием организации атак при достаточной настойчивости со стороны хозяев доказывал свою эффективность. И в том, что до перерыва еще один гол так и не состоялся, рубиновцам было некого винить, кроме самих себя. Спартаку тоже выпал шанс, но с очевидным оттенком случайности. На удар Пьяновича в упор Чижов инстинктивно среагировал. А во втором темпе атаки спартаковцы запутались сами. 1-0 после первого тайма. И 2-0 уже в начале второго. Главный креативщик в составе Рубина Денис Бояринцев выдал свой эксклюзив. Проход по правому флангу и точный навес скрафную. На голову пролетавшему Коновалову. На второй пропущенный мяч Скала ответил двумя заменами. Урбанок и Павлюченко спартаковскую игру в атаке смогли оживить, но не смогли реанимировать. Жест Синёва демонстрирует уверенность казанца в собственных силах и в грядущей победе. Финальный свисток арбитра эту победу фиксирует. 2-0 в пользу Рубина.